Как известно, зима ставит на паузу многие виды спорта, которые могут существовать только при теплой погоде. Любителей мотокросса это не касается. Хоть основные соревнования у гонщиков и проходят в другие времена года, снег отнюдь не помеха. Наоборот, новый вызов. Ежегодный чемпионат Владивостока по ледовому мотокроссу вновь собрал на озере юность десятки экстремалов. На эти соревнования, как правило, собираются и из других городов, не только с города Владивостока. То есть весь Приморский край, но в сегодняшних соревнованиях есть два ребенка, которые приехали. Один из Хабаровска, а второй из Комсомольска на Амуре. Это четырехэтапные соревнования. На старте чемпионата порядка 35 участников, выступающих в классах с объемом двигателя от 50 до 500 кубических сантиметров. Задача у всех одна – за установленное время проехать несколько кругов. На ледовой трассе и взрослые мотогонщики, и буквально пятилетние спортсмены на миниатюрных мотоциклах. Последних экстремальный вид спорта ничуть не пугает. Почему начал увлекаться мотокроссом? Потому что я хотел быть первым и смелым. А и сегодня участвуешь? Да. Уже каталась? Да. Как себя показало? Нормально. Нормально. И какой приехал? Четвертый, да? Я первый приехал сейчас. Кстати, местная команда по мотокроссу во внезимнее время становилась чемпионом Дальнего Востока, а также выезжала на этапы чемпионата России. В этом году в планах попытаться повторить или даже превзойти результат. Именно поэтому зимняя разновидность этого вида спорта пойдет на пользу. Юные гонщики будут готовы к любым условиям. В этом году это первая проверка зимняя, а соревнования проводим зимой, поскольку сезон у нас грунтовый, все-таки короткий, летний. Ну, а чтобы ребята не забывали, как говорится, управлять мотоциклом, мы занимаемся зимой. Второй этап городского чемпионата пройдет 21 января. Итоги соревнований и в целом сезона ледового мотокросса будут подводить уже в феврале. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.